Здравствуйте, это Укрлай ФТВ. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтмана» Медицинский центр «Призма», а с нами на связи Олег Жданов, которого вы очень хорошо знаете. Олег, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время. Здравствуйте. Олег, вот начиная наши еженедельные эфиры, скажите, пожалуйста, надо, наверное, начать все-таки с традиционного вопроса, с ситуации на фронтах. Вот давайте с этого и начнем. Смотрите, в принципе, мы подходим к завершению второго этапа. Он, опять же, затягивается так же, как его начало. Помните, да, мы ждали вот этого массированного наступления на востоке Украины, начало битвы за Донбасс. В результате она растянулась во времени так, что мы ее почти не заметили. Мы уже поняли это на вторую неделю противостояния на востоке Украины. То же самое здесь получается с завершением этой битвы за Донбасс. А именно, что происходит? Происходит то, что Россия начинает даже потихоньку перебрасывать все имеющиеся свободные части или возможные части. Ну вот я имею в виду Харьковское направление. Они получили довольно серьезное поражение. Они выводят войска для перегруппировки и переброски их на Донбасс. Именно на Донбасс. Они сужают направление главного удара, они увеличивают концентрацию войск на направлении главного удара для достижения хотя бы какой-то политической цели. Именно политической. Потому что этой войной командуют политики. Именно Путин, а не военный. И они исходят не из военных возможностей, а из политических задач. Что и влечет за собой такие огромные потери и практически невыполнение этих задач в текущей обстановке. Но они хотят... Задача номер один у них, я так понимаю, это теперь выйти на границы Луганской области. Уже не Донецкой даже. Уже просто Луганской. Поэтому вот наступление на северо Донецк, оно сейчас стало у нас самой главной проблемой. И это единственное место, где российские войска сохраняют еще наступательный потенциал. Кстати, наша операция контрударного направления Изюма, я так понимаю, не принесла ожидаемого результата. Да, мы поражение нанесли, но мы не смогли сбить наступательный потенциал российских войск. Они чуть-чуть сместились южнее и продолжают давить на северо Донецка. Все остальные направления на сегодняшний день более-менее стабильные. Там идет перегруппировка войск, либо наших, либо российских. И артиллерийские дуэли в основном, обмен огневыми налетами. И позиционные бои. Активности больше нигде не проявляют. Мы прекратили тоже активность на Харьковском направлении, частично остановили. Потому что Россия ввела там в бой несколько батальонов тактических групп, чтобы остановить наше наступление. Чтобы удержать те позиции, на которых они остановились. Поэтому можно сказать, что все фронты стабильны, за исключением одного направления северо Донецка. Олег, тогда позвольте я пойду по тем вопросам, которых я написала. Еще два слова давайте скажем про Мариуполь. Потому что важно, нельзя его оставлять без внимания. Там продолжаются штурмовые действия. И мы сейчас ведем диалог по хотя бы процедуре экстракчность для пленных. Ой, извините, для раненых. Для наших раненых бойцов. Почему? Потому что я уже говорил, что раненый солдат сразу попадает под защиту Женевской конвенции. Потому что он не может оказывать сопротивление. Поэтому он уже сразу защищается конвенцией. Будем надеяться, что получится. И если будет проведена экстракция раненых, то это даст передышку бойцам-защитникам Мариуполя. Ну, хотя бы на какое-то время прекратятся штурмовые действия. Поэтому будем надеяться, что успех будет достигнут в договоренности. Олег, раз уже вспомнили о Харькове, я уверена, что жители Харьковщины нас активно смотрят тоже. Есть ли шанс, что украинские войска все-таки дойдут до границы с Россией? Можем ли на это надеяться или нет? Да, я думаю, что шанс такой есть. И там действительно осталось уже где-то 10, где-то меньше. Где-то уже вышли на границу. В любом случае, главная задача для Харькова сегодня, на мой взгляд, это то, что мы оттеснили полевую артиллерию, то есть артиллерийские системы не могут доставать до Харькова. Достает только реактивная артиллерия и достают ракетные войска. Но все равно количество обстрелов на сегодняшний день должно уменьшиться. Особенно артиллерийские исключаются, а других обстрелов должно быть уменьшено. Вот это главная задача, на мой взгляд, максимально обезопасить город. А возвращаясь к ситуации на Донбассе, сохраняется ли опасность окружения наших войск там на Донбассе? Или все-таки этот вопрос уже более или менее решен? Нет, сохраняется. Опасность сохраняется. И пока наша оборона устойчива, тогда до тех пор мы можем говорить, что большой опасности нет. Если же будет все-таки постепенное продавливание, ну там 45 километров, для понимания, чтобы замкнуть кольцо, надо российским войскам пройти 45 километров с обоих сторон. С учетом темпов продвижения там 1-2 километра в неделю, то посчитайте, сколько они будут продвигаться. Тем более, что если уже нас отдавят до севера Донецка, а это городская агломерация, и там вести штурмовые действия, они там увязнут навсегда. Олег, бывший военный советник Ангела Меркель, бригадный генерал, бывший бригадный генерал дал интервью Шпигель. Я намеренно процитирую то, что он сказал, потому что мне очень интересно, как вы это прокомментируете, и, наверное, это важно услышать в ваш комментариях по поводу того, что он сказал. Он сказал две вещи. Первое, он сказал, что есть риск недооценить российские силы. Это первое. И второе, он сказал, что освобождение Донбасса военным путем невозможно, и что сегодня Россия имеет военное превосходство на земле и в воздухе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы это прокомментировали, если можно. Ну, превосходство, да. Тут нельзя не согласиться, потому что российская авиация и российская артиллерия сегодня доминируют на поле боя. Это наша огромная проблема и самая большая головная боль. Кстати, мы на это всегда делаем упор, что нам срочно нужна артиллерия. Срочно. Почему? Потому что надо выровнять баланс сиреной, и переломить огневое превосходство на свою сторону. Пока что в этом действительно проблема. Что касается невозможностей, если исходить из сегодняшних реалий, то, да, действительно, это было бы практически невозможно. Теми силами и средствами, которые у нас есть, и особенно в вооружении. Не в людях. В вооружении. Но с учетом ленд-лиза ситуация меняется кардинально. Вот вопрос получения этого оружия. Как только это оружие будет в строю в вооруженных силах Украины, тогда мы будем иметь огневое преимущество, и тогда у нас будут все шансы освободить именно военным путем, именно силовым путем, нанеся военный разгром российской армии. Но пока, да, но пока ситуация пока остается за российской армией, к сожалению. Олег, что происходит вокруг острова Змеиной? Я так понимаю, что там идут сейчас какие-то очень серьезные бои. Ну, поправьте меня, если это не так. Ну, да, вокруг острова Змеиной есть очень большая боевая активность, но россияне хотят поставить под контроль. Ввиду отсутствия крейсера «Москва», вот, допустим, они на сегодняшний день эскадра Черноморского флота российская не может подойти к Одессе и обстреливать ее с корабельной, допустим, артиллерией, обстреливать ракетами. Почему? Потому что нет прикрытия с воздуха. Это первый момент. Второй момент. Все-таки противокорабельные ракетные комплексы есть, и это признают уже некоторые российские там источники, будем так говорить, говорят об этом. Поэтому они хотят поставить на Змеином либо свои комплексы, тот же, допустим, «Бастион», да, противокорабельный, который может наносить удары по целям, наземным целям. Вот. И поставить там систему ПВО дальнего радиуса действия для того, чтобы контролировать весь южную часть, ну, акваторию Черного моря, во-первых, Дунайскую, Дельту Дуная и часть Одесской области. Тогда возможно, возможно, под прикрытием этих систем ПВО и ракетных комплексов попытаться высадить десант через Лиман или через Бессарабию для усиления группы войск именно в Приднестровье. Вот именно там. Кстати, вот именно это объясняет, почему по мосту через Лиман уже четвертый ракетный удар наносят, они пытаются обвалить пролет моста хотя бы один, чтобы катера, допустим, быстроходные катера, вот такие, как мы потопили, там, Раптор, по-моему, называется, могли зайти в Лиман, и это же Лиман практически до самой границы Молдовы, там несколько километров остается, и прорваться. С одной стороны, это, конечно, безумие с военной точки зрения, потому что мы будем расстреливать все, что зайдет в Лиман, и не дадим подойти им к побережью. Но, с другой стороны, учитывая то, что Россия довольно часто просто выполняет политические задачи, мы помним, да, генерал Мизинцев, это замкомандующего центральным округом, озвучил такую тему, а давайте еще Молдову возьмем. Кстати, с усилением этой группы войск в Приднестровье, они могут смело ехать на Кишинев, садиться на броню, ехать на Кишинев. И с учетом того, что вот на 9 мая было очень показательно, насколько сильны пророссийские настроения в Молдове, я думаю, что если Россия применит вот такой силовой вариант, то они будут иметь успех в плане по оккупации или аннексии Молдовы, или присоединения ее к союзному государству. Вот поэтому Змеиный сегодня такой стал таким камнем преткновения. У нас есть возможность огневого контроля над островом. Мы на сегодняшний день можем контролировать ситуацию дистанционно. Я считаю, что вообще лезть не надо, потому что это открытое плато, и там обе стороны достают огневым контролем до этого острова. Кто бы не высадился, его будут там уничтожать. Вот лучше мы будем уничтожать Россия на острове или рядом с ним, и контролировать ситуацию, чем мы высадимся, и потом по нам будут точно так же долбить. Нет, то, что лучше, если мы будем уничтожать, это точно, да. Олег, скажите, пожалуйста, вот, казалось бы, о Приднестровье можно было бы уже забыть и вообще с этой историей про Молдову, да, помните, мы даже на прошлой неделе это обсуждали. Но вдруг Пентагон снова в начале этой недели опубликал информацию, что Путин готовится к полной мобилизации и вообще вот войне с привлечением Приднестровья. Вот если вдруг рассмотреть такой сценарий, как возможно, что, например, войска из Приднестровья могут пойти на Кишинев и оттуда уже оказывать какое-то давление на Украину. Считаете ли вы, что это проблема для Украины? Насколько эта проблема большая? И как там из этой ситуации выходить? Или это все равно по-прежнему не является чем-то реальным, реалистичным? Скажу так, это проблема для нас, но небольшая проблема. У нас на сегодня хватает сил и средств для того, чтобы контролировать там ситуацию. Единственная, как бы, нехорошая вещь это то, что мы вынуждены там держать войска, которые нам крайне нужны на востоке Украины. Для того, чтобы осуществить вот эту задумку, которую озвучил генерал американский, для этого надо собрать группировку войск, которая будет способна от Херсона дойти до Одессы. Пока сухопутные войска Российской Федерации не дойдут до Одессы, говорить о высадке десанта, говорить о угрозе штурма Одессы или ее окружения вообще не имеет смысла. Понимаете, нет войск. А количество войск для проведения, ну вот сейчас они под Херсоном там до 17 батальона тактических групп. Это где-то 10-12 тысяч военнослужащих. Да, это серьезная сила, но это не та сила, которая может осуществить оперативный бросок на расстояние до 500 километров с преодолением сопротивления вооруженных сил и с преодолением водных преград и так далее. Там же еще есть Южный Бук, который надо форсировать, чтобы дойти до Одессы. Поэтому, если они соберут там где-то порядка 70-100 тысяч, тогда мы можем говорить об угрозе. И они все будут толкаться на правом берегу в районе Херсона. Вот тогда, да, можем говорить об угрозе. Сейчас это не угроза. Что касается мобилизации, скажу так, мобилизация, да, действительно, ну так как мы и говорили, что после 9 мая мобилизация будет усилена, скрытая мобилизация, ни в коем случае не будет объявлять. И даже есть информация, что они сейчас проводят подготовительные мероприятия в плане усиления мобилизации, то есть медицинские осмотры МОБ-резерва, особенно там на рабочих местах, кто работает под видом диспансеризации текущей, вот они хотят это дело проверить. И плюс риторика пошла, что мы воюем с НАТО, и что война завтра может прийти в ваш дом, то бишь для того, чтобы не было паники, когда народ начнет получать массовые повестки курьерской службой, то чтобы люди понимали, почему их вызывают и что надо идти. Они сейчас риторику усиления ответственности за уклонение от воинской службы тоже поднимает российская пропаганда. Но в любом случае как бы Путин не остановится, и он пытается, он продолжает жить вот в парадигме, что все идет по плану. Кстати, Пентагон отметил, что по их оценкам он отстает от плана на две, а то и на три недели, что для нас является форой во времени. Но тем не менее он продолжает давить на военных, чтобы они выполняли те задачи, которые он поставил. То есть захват Украины, захват, освобождение Донбасса и дальнейшее поглощение Украины. эта идея у него ни из головы не ушла. Олег, появилась информация тоже на этой же неделе, что Путин передал руководство военными действиями в Украине от ФСБ к разведке. Это что-то меняет? Или это дослужие домыслы? Или это ни о чем не говорит? Но раз уж об этом так много написано, и тут хочется... Нет, смотрите, это по... Вы имеете в виду передачи разведданных... Нет, 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 передачи разведданных это другое. А вот Путин от своей вот этой службы, да, ФСБ... А, передал, да, от ФСБ к армейцам. Ну, я думаю, что это была просьба самих армейцев. Почему? Потому что они, как бы, знаете, как обжегся на молоке, дуешь на воду. И вот, скорее всего, Министерство обороны настояли на том, чтобы функции разведки передать ГРУ. С одной стороны, это конкуренция, опять же, конкуренция двух спецслужб, а с другой стороны, это глупость. Глупость в том, что ГРУ это на сегодняшний день, она когда-то была внешней разведкой Советского Союза. И она была и по традиции еще от Второй мировой войны осталась в составе Министерства обороны. Сегодня ГРУ не имеет такой агентуры. Оно может проводить спецоперации, да, вот эти вот отравления и прочее, это все. Но, видите, это без опоры на агентурную сеть. То есть, агентурная сеть сегодня находится в руках службы внешней разведки, это Нарышкин, СССР, и в руках вот этого первого департамента этого самого ФСБ, который тоже занимается, по идее, должен заниматься внешней разведкой, но он унаследовал первое управление КГБ СССР, которое в конкуренцию ГРУ было создано после прихода Андропова или даже не после, раньше еще, когда Андропов пошел в Политбюро, то Комитет Госбезопасности начал создавать первое управление, внешнюю разведку. И вот ФСБ сегодня внешняя разведка, она фактически держит всю агентуру. Частично есть агентура у службы внешней разведки, но у армейской разведки нет внешней агентуры. Да, они могут. И так что это, в принципе, ничего не поменяет существенно, но даже если они будут опираться на разведданные ГРУ, точнее, они будут, они наоборот будут меньше получать объем информации разведывательной, чем они, допустим, получали бы от ФСБ. Им бы надо было собраться в кучу и разобраться, ну, как бы определиться, да, со всеми претензиями, но они этого не могут сделать ввиду конкуренции, что очень хорошо для нас. Пусть передают. Это не такой, как говорится, грех не столь большой руки. Британская разведка написала, что Россия имеет проблему с восстановлением своей боевой техники из-за санкций. Вот интересно, по-прежнему ли всякие технические вещи остаются проблемой для России? И походу, вот если позволите, хочется вспомнить интервью Wall Street Journal британского министра обороны. Он сказал, что Великобритания по всему миру ищет старую советскую технику и скупает ее для Украины. И во время вот этих поисков и закупки они часто пересекаются с российскими людьми, которые тоже занимаются поисками старой советской техники и ее там либо там покупки, либо сбора, либо так далее. То есть это ведь тоже, наверное, о чем-то говорит. Это говорит о том, что качество хранения техники в Российской Федерации оно было нулевое. И фактически все, что Советский Союз там в 80-е годы, во второй половине 80-х, то, что поставили на хранение, а это были в основном танки Т-80, потому что их меняли газотурбинные с газотурбинными двигателями на дизельные. Появился Т-84 4УД танк, кстати, это наш Харьковского завода, КБ Морозова, и у них было Т-82 изделие Береза, то есть они переходили. Они, видимо, начали их снимать и поняли, что техника за 40 лет она просто пришла в полную негодность технически, для того, чтобы эти БТРы и танки и там БТР-80 они снимают, и для того, чтобы их пустить в бой, надо запускать промышленность, для того, чтобы они прошли хотя бы средний ремонт. Я уже не говорю, там некоторые капитальный ремонт должны пройти. Поэтому они, скорее всего, кинулись собирать вот то, что они продавали на экспорт, лучшее и современное, модернизированное. Вот они, видимо, решили провести работу на предмет их выкупа обратно. Но я думаю, что вряд ли кто-то согласится отдавать. Та же Индия вряд ли, она там купила около 116 была выпущена, где-то почти под сотню танков Т-90. И вряд ли Индия сегодня согласится их вернуть обратно. Почему? Потому что у Индии там проблемы и с Китаем, и с Пакистаном. Для них танки на на сегодняшний довольно необходимая вещь. И замены им пока нет. Индия сейчас пытается переориентироваться, американцы пытаются их заставить переориентироваться на другие рынки вооружений. Но она пока вряд ли кто-то будет отдавать. Может быть, кто-то и согласится. Я думаю, что они больше под видом сбора техники, они больше ищут пути обхода санкций. Вот допустим, как Грузия сейчас, грузинское правительство полным ходом готова сотрудничать и поставлять России товары двойного назначения, закупая их на внешних рынках. Против Грузии санкций нет. А потом перепродавать их в Российскую Федерацию. Вот это да. Ну, или, кстати, допустим, тот же в нашей коалиции антироссийской уже появилась довольно серьезная трещина. И, может быть, Франция или Германия могут опять обойти санкции. Ведь они же обходили с 2014 года. Вот мы сейчас на поле боя, мы залазим в Т-72, там стоит французский прицел. Мы сбиваем Орлан-10, там стоит немецкий двигатель. Ну, и изделия выпущены там в 18-м, 17-м, в 19-м году. А, Олег, можем мы это поднять вопрос как-то, ну, ну, серьезно, открыто искать. Подождите, ребята, как это возможно? Это же даже не двойного назначения, правда? Да, это, в принципе, прямое назначение. Фактически, да, мы должны ткнуть пальцем, но вы же понимаете, что сегодня, они сейчас скажут, так мы же им не продавали напрямую. Покажите контракт. Контракта нет. Купила какая-нибудь там страна, которую никто, Этрита купила, которая поддержала, да, и попробуйте найти. А зачем ей, допустим, тысяча танковых прицелов, да, французских, вот, если у нее вообще танков нету, они на пикапах там воюют. Но, тем не менее, они купили. Вот таким образом через третьи страны проводятся эти контракты, и, к сожалению, в сегодняшнем мире вот обойти санкции это не такая большая проблема, как оказалось на поверку. А обвести эти санкции, вот это огромная проблема. Олег, ну и вот, наверное, такой стратегический вопрос, после всех этих парадных праздниц, да, в России, появилось такое заявление Байдена, что Путин уже не может выйти из этой войны. Вот, концептуально, как вам видится, вот, как может действовать Путин дальше? Это вот важный вопрос, в том смысле, что либо он концентрируется только на Донбассе, вот с вашей точки зрения, да, либо Донбасс зацепится там, или там, вот юг, Донбасс и юг, либо зацепится и пойдет дальше, либо вот, вы видите в этом, и в риторике, там, может быть, российского, там, ну, Путина, его окружение, в риторике, может быть, иностранных разведок, что что-то меняется, просматривается какая-то новая стратегия, или вот на этот момент еще никакой стратегии не просматривается вами, по крайней мере? Нет, конечно же, просматривается, и да, Байден абсолютно прав, но он еще забывает о том, что Путин не может выйти с этой войны, которую он начал в 2014 году, вот. А это интересное, кстати, это интересное. Он не может уже отдать задний ход, потому что, ну, как бы отказаться от того, что он уже создал, и, в принципе, Минск-2, это была передышка, причем передышка для Путина. Смотрите, он собрал армию, пришел к нам через 8 лет. Поверьте, стратегия не поменялась, поверьте, сейчас, когда выдохнется последний российский солдат, когда они полностью перейдут к позиционной войне, вот осталось, одно направление еще осталось, где они атакуют. Но я думаю, что через пару недель, максимум через месяц, они будут утягивать нас в переговорный процесс. То есть, все будет повторяться, как что было в 2014 году. Причем, уже два лоббиста определились, это Макрон и Шольц, которые будут пытаться принудить нас дать возможность, старая песня о главном, сохранить лицо Путина. Понимаете? На самом деле, это будет перерыв для того, чтобы дать возможность России собрать войска. Путин не может остановиться в этой войне. Ему надо что-то продавать обществу, ему надо что-то продавать своему окружению. Иначе, иначе будет, как мы говорили в 2015 году, что Акела промахнулся. Понимаете? То есть, стая будет понимать, что вожак уже не тот. Поэтому он не может остановиться, он не может выйти с этой войны, не победив или не проиграв. Вот тут, кстати, мы с вами пришли к классическому варианту, что война должна быть либо проиграна, либо выиграна. Третьего варианта не существует. Ну, и он будет давить на вот эту вот оперативную паузу в плане временного перемирия, переговорного процесса. И фактически уже мы понимаем, кто будет проводником этих процессов в Европейском Союзе. Кстати, Германия после Шольц, после беседы с Макроном резко приостановил поставки оружия Украине. То есть, вопрос леопардов и гепардов завис в воздухе, причем очень конкретно. И такая банальная причина, но вообще смешная, на уровне детского сада, что, типа, якобы наша правительство подала заявку на поставки оружия. То есть, что-то с заявкой. Ну, бюрократическая процедура. Не там запятая, не там точка, и вообще не на том формате бумаги написали заявку на поставки оружия. Вот вам, в принципе, ответ на вопрос. Но тут есть и другая всегда, как всегда, сторона медали. Надо опираться на тех партнеров, я уже говорил неоднократно, что надо делить партнеров на своих и чужих. Раз уже весь мир делится на своих и чужих, и нейтралитет сегодня, как у вас в эфире прозвучало, нейтралитет сегодня не в популярности, не в фаворе, то надо просто опираться на тех партнеров, которые нас поддерживают. А именно Великобритания, Соединенные Штаты, Польша, страны Балтии, Канада, Австралия, и так далее. И в принципе, ведь Соединенные Штаты же не зря подписали Лендис. Понимаете, это как в спектакле, если ружье на стену повесили, оно должно выстрелить до конца спектакля. Если закон подписан, значит, вы же представляете, как там потекли слюни у военно-промышленного комплекса США, понимая, что они сейчас включат свои станки на полную модуру. Тот же завод под Жавелином, в два раза увеличить производство. Это сумасшедшая прибыль. И это под государственные гарантии. То есть, это 100% будет оплачено. То же самое будет касаться и других предприятий. Кстати, немецкие промышленники вот с Шольцем бьются постоянно. Они же очень хотят поучаствовать в Лендисе. Очень. Но я вам скажу, что вот даже вот это противостояние в Европе, да, оно может вылиться и в такой троллинг Европейского Союза. Если Великобритания доведет до ума свой имперский проект Балтийско-Черноморского Союза, а я так смотрю, что подвижки идут очень серьезные в плане вот уже в Прибалтике объединение, в Литве объединение не в смысле слияния государства, а в смысле военно-политического союза. В Литве разговоры такие идут, Латвия ведет такие разговоры, Польша вообще, Анжи Дуда говорит, надо границу размыть максимально, ее не должно быть. И Лондон тоже эти же озвучивает позиции. Так что все будут ходить, если это удастся, то Европейский Союз будет обращаться к нам как членам этого военно-политического союза за помощью в транзите товаров и грузов через нашу территорию. Олег, вот вы сказали интересно, что через пару месяцев Россия будет инициировать новый виток переговоров для того, чтобы получить какую-то передышку и актеры все те же. Мы это знаем и помним. Но в этом смысле Украина может либо дать России эту передышку, либо не дать России эту передышку. И вот через два месяца насколько Украина будет готова не дать ей эту передышку? Или наоборот Украина сама будет нуждаться в этой передышке? Как вам кажется? Вот исходя из того, что вы говорили о Ленглизии, о поставках оружия и многое-многое другое? У нас есть шанс не дать эту передышку. И я думаю, что это постарается еще сделать, обеспечить наши партнеры в плане того, чтобы не дать этой передышки. Ну вот оперативная пауза, которая может наступить через неделю, максимум через неделю, потому что я думаю, что на большее пока у России атакующих действий навряд ли хватит. На вот этом единственном направлении в Луганской области. И Россия начнет лоббировать вопрос даже раньше, чем через месяц-два. Россия начнет лоббировать вопрос, что надо же садиться за стол переговоров, надо договариваться, надо как-то решать. Под эгидой. Ну, во-первых, это уже не будет воспринято Западом. Я думаю, большинство стран вряд ли этого воспримут. Во-вторых, это не будет воспринято теми партнерами, которые нам помогают. Ну, и в-третьих, если мы говорим о поставках вооружения, даже если без учета Германии, Франция нам там практически вообще ничего не дает, это капля в море, то все равно для формирования новых соединений и частей вооруженных сил Украины, оно произойдет максимум через месяц. Понимаете? Максимум через месяц мы будем готовы для того, чтобы выставить какие-то новые вновь сформированные части на западных образцах вооружения, то есть те, которые будут иметь преимущество на поле. Плюс поле боя. Плюс мы же постепенно вводим в бой уже те, которые поступают. Там, где у нас более, там, где у нас ситуация тяжелая и критическая, мы попытаемся насытить эти участки уже современным западным вооружением. Поэтому я думаю, что нет, тут нет. Тут самое главное, кстати, чтобы наши политики не поддались этим вопросам. Ну, надеюсь, что нет. Вопросы о переговорах. Вопросы о переговорах. потому что уже была попытка в Стамбуле. Мы знаем, ну, надеюсь, мы увидим когда-нибудь стамбульские протоколы, что там наобещали наши переговорщики, что Путин посчитал это большим прорывом в достижении условий перемирия между Украиной и Россией. Поэтому второй раз, я думаю, что запад, точнее, не запад, а наши партнеры не дадут наступить на эти грамли. Тем более, сейчас есть все шансы и все возможности для того, чтобы действительно постараться максимально закончить эту войну. Именно военным путем. Вот интересно, как Медведев высказался, вчера, по-моему, буквально, где он сказал, что стал сотрясать снова ядерным оружием. Похоже, что Медведев взял на себя сейчас обязательство пугать народ по всему миру. Но очень интересно отреагировали практически одновременно и британцы, и американцы. Они сказали, что ни британцы, ни американцы напрямую не будут принимать участие в военных действиях. Это вот то, что они снова это сказали. Знаете, я понимаю ленд-лис, я понимаю, что нам все помогают, я понимаю подставки оружия. Но у меня где-то, знаете, с психологической точки зрения вдруг я вспомнила то, что они говорили до войны. И мне как-то стало вот этого не очень хорошо. Поэтому, если можно, да, давайте тоже... В смысле до войны, что угроза... Помните, они говорили, что постоянно вот накануне войны, когда посольства эвакуировались, помните, они все время говорили, что мы не будем принимать участие прямого в боевых действиях, в боевых столкновениях, что Украина должна сама и будет сама. И мы так много это слышали, что когда я это услышала снова вчера, даже несмотря на все то, что происходит, как-то мне стало при этой мысли не очень хорошо. Может быть, надо ее забыть, но она как-то в голове у меня засела, может, вы просто ее как-то выкинете оттуда. Не, ну, смотрите, за нас никто воевать не будет. Вот, в принципе, я это всегда говорил и повторяю, и буду повторять. Да, никто не хочет глобальной войны. Этого хочет Путин. Путин хочет ввязать в эту войну всех, кого угодно, пытаясь спровоцировать любые страны, особенно страны-члены НАТО. Для чего? Для того, что сразу же, если НАТО ввяжется в эту войну, сразу же переговорный процесс перемещается куда? В геополитику. То есть, встреча Байдена и Путина. Вот. А сегодня... Кстати, о ней уже сегодня заявил итальянский премьер-министр, что очень было бы неплохо, если бы эта встреча состоялась. Это просто так, ремарки на полях. Ну, Италия, это третья страна, которая благоволит Российской Федерации. Я же говорю, пошла трещина в фундаменте вот антироссийской коалиции. Видимо, Россия включила все рычаги, включая компромат, который у них есть на этих политиков. Ведь все же, ну, мы прекрасно знаем, что Россия коррумпировала всех инсайдерским источникам, говорят, что деньги возили чемоданами. Вот. В черном нале, чтобы их нельзя было отследить. Поэтому, ну, может быть, кто-то хочет получить теплое место, потом им обещают в Газпроме. Или пару миллионов, а может и десятков миллионов долларов или евро на свои счета где-нибудь в отдаленных банках. Я так понимаю, что Россия включила именно вот эти дипломатические каналы и с применением всех способов все для победы вплоть до предательства. Ну, вот по такому принципу. Поэтому мы сейчас будем реально наблюдать вот этих всех переговорщиков, уговорщиков и так далее. А мы не можем остановиться. Ну, смотрите, на сегодняшний день мы потеряли еще юго-восток Украины в результате боевых действий. Вот. Точнее, их отсутствие в результате отсутствия боевых действий. Потому что россияне практически юго-восток взяли без единого выстрела. И, кстати, проблема Мариуполя возникла именно из-за этого. Потому что к городу подошли российские войска с другой стороны. Я имею в виду те, которые выходили из Крыма. Вот. Это раз. И второе, ну, нам сейчас остановиться и сесть за стол переговоров, это значит отложить войну. И причем третья война будет намного хуже первой. Россия сделает выводы из этой войны и может перестроиться. И, несмотря на то, что там, да, мы говорим о них там деградация в вооружении, во-первых, у них добровольцев хватает, как выяснилось. Мы там надеялись, что призыв, все провалится, все, отказники. Отказников не так уже много и добровольцев хватает. И они гребут потихонечку в скрытой мобилизации, они нагребают и вот эти вот батальонно-тактические группы медленно, но все равно появляются на нашей территории и вступают в бой и воюют, как бы мы ни хотели, как бы мы ни говорили, что там деморализация и бедство и порча техники, но это не носит массовый характер. Кто-то же наступает, понимаете, кто-то же ведет боевые действия, вот и соответственно мы видим, что у нас нет возможности на сегодняшний день нет возможности перейти в контрнаступление. То есть они наступают, а еще и они довольно серьезно обороняются. То есть сейчас уже вопрос контрнаступления полностью зависит от поставок западного вооружения. Но оно идет и оно будет накапливаться и соответственно его надо будет применять. Это опять же мы возвращаемся, что ружье должно выстрелить. Поэтому я думаю, что если наши западные партнеры, те, кто нас поддерживает от начала и до конца во всех отношениях и финансовой, и гуманитарной, и в военной сфере, вот, если они удержат наше политическое руководство от переговорного процесса, то я думаю, что у нас есть все шансы перейти в контрнаступление и попытаться закончить эту войну, закончить именно, а не остановить в очередной раз. Вот это вот самое главное ключевой момент, который на сегодняшний день перед нами стоит. Олег, а вот можно, вы же наверняка так или иначе имеете какую-то глобальную картину оружия, которое к нам поступает и будет поступать. Я не знаю, известно ли уже, что мы получим пол-английу, не знаю, но вопрос в чем заключается. Вот недавно у меня было интервью с израильским военным экспертом, и он высказал такую неожиданную для меня мысль, он сказал, что вот сейчас нам дают оружие, которое позволяет нам удержаться, не отступать и защитить себя. И вот как только Запад увидит, что мы побеждаем, он считает, что в этот момент поставки оружия будут остановлены, чтобы не дать нам победить. Потому что если Украина победит, то тогда возникает проблема с Россией, а проблему с Россией никто решать не хочет, потому что это очень большая проблема. Потому что поражение для Путина в Украине означает какие-то проблемы политические в России и никому это на Западе не нужно. Вот на сегодня мы уже понимаем, что вот то оружие, которое нам будут поставлять, его будет достаточно для контрнаступления. Может быть, я сложно как-то сформулировать этот вопрос? Нет, вы несложно, я все прекрасно понял. Смотрите, действительно, то оружие, которое нам сейчас дают, оно спасает ситуацию в плане удержания позиций и в плане нанесения огневого поражения российским войскам. То оружие, которое придет по Ленд-Лизу, да, оно обеспечит контрнаступление в полном объеме. и вопрос его поставок на сегодня, но, смотрите, для того, чтобы достичь геополитической цели в этой войне, для Соединенных Штатов, им надо сменить политическое руководство в России. И это они рассматривают через призму нанесения военного поражения. Военное поражение в Украине нашими руками, с помощью западного оружия. И западу не нужна обрезанная Украина. Я вам, кстати, говорил, почему на Донбассе такие кровопролитные бои. Потому что газ и литий. Месторождение. Понимаете? Кто будет их разрабатывать, тот и будет получать прибыль. С тем будут разговаривать. Тот и будет диктовать свои условия на рынке этих полезных ископаемых. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты могут остановиться именно на границе Украины и России. Что нас вполне устраивает и их тоже. Получие нас устраивает. Да. А их это тоже устраивает. Ну, во-первых, они получают целостную Украину. Фактически своего партнера и, можно даже сказать, где-то подконтрольную для Соединенных Штатов. То есть они могут сюда входить экономически, финансово и чувствовать себя здесь в безопасности. Помогая нам наращивать армию, тем самым обеспечивая безопасность и своим интересам, и интересам Украины. И, наверное, интересам своих союзников в Европе. Да, конечно же. Вот я только хотел сказать. Единственное, что с Британией либо конкуренция, либо они все-таки договорятся. Думаю, договорятся. Англосаксонские страны всегда, у них свой клуб, и они всегда договаривались. В Российской Федерации на основании военного поражения, скорее всего, произойдет смена политической элиты. То есть, Путин не удержится у власти, получив военный разгром от Украины. И вот эта смена политической элиты, для того, чтобы начать, для того, чтобы снять санкции, выйти опять на какие-то мировые рынки, вообще войти в международную политику, вынуждена будет идти на уступки и компромиссы. И вот таким образом, вот я вижу стратегию Соединенных Штатов именно в таком контексте. А вот то, что вы спрашиваете, они остановят ли, вот это именно делает Российская Федерация через свои рычаги в том же Европейском Союзе. Это делает Российская Федерация через свои рычаги, допустим, на Ближнем Востоке. Вот этот демарш с выводом российских войск из Сирии, кстати, что-то он начал затормаживать. Вот очень интересно, я хотела как раз к этому вернуться. Вопросы обязательно. Вот. Он это самое, он начал затормаживаться, и на сегодняшний день как-то они так приостановили, будем говорить. Вот. Там в принципе выводить это нечего, но там смысл в том, что с уходом русских меняется баланс сил. И каждая страна участница этой войны, а там их очень много, начнет пытаться занять нишу Российской Федерации. А Россия будет стараться отдать эту нишу Ирану и Хезбалле. Но Хезбалла для Ирана и Хезбалла для Израиля, допустим, это как красная тряпка. Они даже в присутствии российских войск наносили авиационные удары по объектам иранской корпуса стражей исламской революции и по Хезбалле в Сирии. А теперь с уходом русских они могут это делать безнаказанно и без каких-либо ограничений. Соответственно, это может вызвать ответную реакцию Ирана, которую до сих пор сдерживала Россия. И он фактически Путин попытался спровоцировать новую арабо-израильскую войну. То есть покачать Ближний Восток? Ближний Восток. А если там вспыхнет... А я вам скажу так, что если конфликт вспыхнет, то арабские страны, даже те, с которыми Израиль там сегодня пытается наладить дипломатические отношения, обменяться послами, я вам скажу, что 100% они подпишутся за арабский мир. Они будут спасать свои... Эта война будет носить еще и религиозный оттенок. Они будут спасать свои святыни и это будет как еще один крестовый поход. Помните, только теперь со стороны арабских стран, со стороны мусульман это будет новый поход. И, соответственно, Израилю будет очень тяжело в этой ситуации. И это может стать очень большой войной. Израиль все-таки не последняя армия в мире. Иран тоже накопил сегодня силы. И тем более они будут очень сильно мотивированы участвовать в этой войне. Иран, я имею ввиду. И война может разразиться намного сильнее. Соединенные Штаты будут разрываться между двух огней. Украина и Израиль. Израиль, мы знаем, в статусе многие в шутку говорят, что 51-й штат США. Мы знаем, что львиная доля военного бюджета Израиля включена в военный бюджет Соединенных Штатов на сегодняшний день. Поэтому вот вам еще один шаг. Но на пока, я так понимаю, Россия либо не решается, либо решила придержать этот козырь в рукаве. И переброска войск из Сирии пока что приостановлена. Их вроде как начали собирать, но потом все остановилось и сейчас там статус кво на пока сохраняется. Кстати, Баша Рассет сразу после этого заявления, что Россия готовит войска к выводу, Баша Рассет тут же поехал в Тигран. Тут же. То есть он ищет того, кто заменит Российскую Федерацию, кто даст ему гарантии безопасности. И тут два варианта. Либо Сирию разорвут на куски и разделят на несколько государств, либо начнется новый арабо-израильский конфликт. Именно на почве противостояния в Сирии. Но для нас это, наверное, означает, что Путин готов пойти в Украине до конца, даже пожертвовать своими интересами в Сирии. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно. Дело в том, что Путин очень правильно сказал, если мы вспомним с вами первую неделю войны, была инсайдерская информация, когда Блицкриг провалился, и была инсайдерская информация, что Герасимов отважился и доложил Путину о потерях. Тогда потери, что были не то 7, не то 10 тысяч человек. И он сказал, что очень большие потери, мол, мы не ожидали такого сопротивления и так далее. На что Путин ему ответил, что потери в 30-50 тысяч это не та цена, которую мы получаем в результате победы. Я помню очень хорошо это выражение. Так вот, эти слова сейчас обретают смысл, потому что даже сейчас уступив Сирию, или просто уйдя, бросив Сирию, Асад получается разменная монета. Помните, мы боялись, что мы станем разменной монетой между Россией и Западом. Но Запад не пошел на размены на противостояние. Ну, я имею в виду в лице Соединенных Штатов коллективный Запад, имею в виду. Они даже в принципе они всех подмяли под себя. И вот сейчас вторая попытка некоторых выскользнуть из-под американского давления, из американского круга влияния, выскочить и попытаться сыграть свою игру. Так вот, Путин даже здесь идет. Почему? Потому что если он получает Украину в качестве своего политического сателлита, он доказывает своему миру, что он способен возродить империю, что он лицо номер один в мире, он самый сильный в мире. Вот что закладывается в геополитические смыслы нашей войны. Почему я говорю, что война идет в двух плоскостях? В плоскости национально-освободительной войны Украины и в плоскости геополитики. Кто останется на Олимпе, кто будет решать судьбы мира? Пока Соединенные Штаты стремятся сбросить оттуда Россию максимально вниз к нам на наш уровень и остаться там, допустим, с Китаем как в качестве противостояния. При этом они Европу рассматривают как своего партнера. И, кстати, вот почему именно они будут ждать смены политического режима и не допустят развала Российской Федерации? Потому что надо сохранить НАТО. Понимаете? Потом Байденс выйдет и скажет, да, Украина победила, да, украинцы молодцы, герои, но без нашего вооружения они победить не могли. А наше вооружение это что? Это НАТО. И у вас в большинстве тоже наше вооружение. Поэтому НАТО должно остаться как гарант безопасности. Украина как основной ударный кулак для сдерживания российской военной машины. Россия в своих границах существующих как главная угроза для европейского континента. А Соединенные Штаты как гегемон всей политики. И остается только Азия, с которым надо договариваться. Как он сказал еще перед войной Байден, что Китай не враг. Китай конкурент. Китай конкурент. Конкурент. А с конкурентом не воюет, с конкурентом договаривается. Понимаете? Вот вам весь расклад. Путин это прекрасно понимает. И поэтому он пытается эту победу получить любой ценой. Он никогда не остановится. Никогда. Вот пока он будет иметь возможность влиять на эту ситуацию, то есть при власти, он будет идти вперед. Он не остановится ни на минуту. Он бросит в бой все, что есть. Все. Деньги все закончатся все равно. Они будут с палками, но будут бежать в атаку. Он их будет гнать в атаку кнутом и пряник. Олег, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Единственное, что мне очень хотелось бы добавить нашим зрителям, что, пожалуйста, я знаю, что у вас еще много вопросов. Все ответы, я думаю, вы можете получить на YouTube-канале Олега Жданова. Он так и называется. Так правильно называется? Олег Жданов, да. Олег Жданов. Вы можете его найти, поэтому подписывайтесь, смотрите, что я тоже с удовольствием делаю. Олег, спасибо вам огромное. Мы очень были рады видеть вас, как всегда, и надеюсь, увидимся на следующей неделе. Пожалуйста, до свидания. Спасибо огромное. Олег Жданов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. А вы оставайтесь с нами. Это был Украл. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры, на платформе Patreon. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»